так на этом сербаке вроде бы нормально пока не дропает не знаю попрет не попрет игра вроде нормально давайте посмотрим что будет поехали так я в академии уже да значит добым не сходить какой такой же жопе оказался так здесь я волка замочил походу мне в эту сторону давайте смотреть а помню вчера я чувака тут убивать пробовал пытался у меня на нем горело его так не убил сейчас будем пробовать сволочь заколупать этого ссатого фантома рекс ты мне скажи как нормально не дропает сейчас покажет не тупит я переключаюсь на каналы монитора в общем-то и не знаю тупит ли у меня при этом интернет это поймать что ж ровно эту сволочь затыкать этот раз с прыжками так да блин не вовремя твою дивизию двигайся ты ну ёма ну сколько можно пить блин так долго пить это такое себе про еб импута после кувырка нажимаю применение фляги нихрена это ребят прямая игра да скажите мне это прямая игра блять про еб импутов идет после анимации обычно идет последовательный вот импута задержка то есть ты прервать конечно анимацию не можешь но ты можешь блять задать последовательность у меня после анимации кувырка кувырка просто не похилялся герой герой тупой днище да чё такое это глюки пошли лютые просто просто лютейший глюки я не знаю чем это связано сейчас еще не понимаю чё за пиздец был в начале игры с управлением зашел поиграть в игру отлично просто просто отлично ладно попробуем еще раз побежали я нашел к нему подход я не дам тебе используют твой посох паскуда чё за бред вот почему вот я не знаю чё происходит сейчас я не могу похиляться чё за сучьи дерьмо творится вообще охеревая с этих лагов это как будто специальная игра так троллит меня это просто троллева какой-то я не знаю почему мне не срабатывает кнопка вообще бред да пей ты я уж тебе приказываю после кувырка пить какой что-то блядство сущие блядство просто просто самонаводка даже воздух после прыжка о чем можно говорить ребят щит хоть дать спасибо защита за 3000 что-то все защитку покажите твою прячетесь в кустах не выйдет ребята а чё там защита покажите интеллект наверное требует по 1 мудрость 15 мудрость 15 требует вот так-то блок 49 всего еще не о чем но зато против магии хорошо работает я бы не стал применять потому что есть а офигенный офигенный щит более-менее сбалансированный против молнии правда не особо плет но вот против магии тоже неплохо 55 там огонь 59 на каждую стихию имеется защита это чё доведет а а водите то я открыл ворота считай сюда что ли ничего не понимаю шуткат ну-ка что не допетрил да нет не шуткат это блин там босс скорее всего нет я еще слишком молод и еще не все исследовал а тут ой появились черти с лыцари какие-то здравка мана мне сейчас конечно понадобится очень тут мана кстати лучше реализована несмотря на некоторые косяки игры лучше реализован чем в любой из игр серии соус подмен чё это было очередной пиздос а ну ман блин а слушайте я туда наверх походу не бегал туда запрыгать можно да тут и костер есть оказывается а я сюда и вышел я это шуртка хорошо влиять сука как вы меня заколебали эти маги ссатый блин как они не бесит ну просто говна кусок какой-то 2 башка витая падла блин мразь рябину собирали чувачки начинается вот это вот дерьмо с магами вот это запуливание over тысячу раз это вообще что-то блять да развернись ты они сквозь своих лупасят офигенно даже не огибают они даже не делают подобие анимация огибания на хрена конечно на хрена что-то делать так сойдет хоть сбавку цикл хорошо почему вот это упасть на него из-за упасть точенок клинок что за точенок клинок для чего нужно может кузнецу надо его отдать кузна дающийся у грохну золотая руна золотая так ребят ненадолго надо посмотреть что у меня там с битрейтом вообще как дела постоят с битрейтом все отлично это радует но почему блять сука монитор не сразу распознает твою дивизию да не то ну не то ну что ты мне вредишь блять какая же эта шляпа то а я хочу переключить вместо этого блять мне цветность выдает глючный монитор сука все переключился наконец на тот канал который надо вот этот который сносит до хера и больше надо его убить сразу чтобы никогда больше не мешался никогда я это сделаю буду весьма доволен собой наверное так я вроде все пошурудил больше там ничего не будет точно не будет давайте побегаем поглядим есть ли тут еще какие-то есть ли тут еще какие то интересные штуки я могу вообще сюда как бы спуститься но не уверен стоит ли перепрыгнуть это дело ладно пойду вперед дальше наверх что мне все-таки нравится в этой игре наконец-то от этой дебильной хрупкости оружие избавились хрупкость брони хрупкость оружия такое было бы вообще не понимаю вредятина чистой воды блин сейчас босяра наверняка дадут мне пиздец я даже костер не нашел пиздец дадут каскадеры дюссалей я ничего сделать не смогу с этим хоть бы костер дали мне кажется вот сейчас я войду туда и все и пиздец просто пиздец скажут мне приплыл волков могу вызвать эти заранее призови да так и знал сейчас мне покажут говнюка который мне надерет зад очередной говнюк чувиха привет какая ты красивая нет ни хуя ты некрасивый я слишком много началось на чувствую сейчас будет жопа чувствую сейчас будет жопа королевна мать я щас я надаю академических знаний в области самурая надо сначала избавиться так полагаю от всего этого говна на экране где мои волки волки кушать этих сволочей полнолунная какая-то пара и рачить это чё забывать колдует тут всякая ой книги летят ой книги летят но сначала убить всех наверное прежде чем начнется с основной бой волки помогут я думаю вот на той существуют вот еще тварь какая-то сколько их чаровниц волки знают свое дело не ссать они очень быстрее они как раз таки в этом наверно что-то падает их то хрена то всюду есть ли смысл их убивать вообще ты смысл это нет никакого блин книжки летают ползаебки блять ползают и ползают без конца без края может подпрыгнуть стоит и жахнут по ним не попадают а в чем прикол тогда а наверно на книги придется сейчас забираться это наверно для этого и существуют эти книжки чтобы да чтоб ее и башить на запрыгнуть могу вроде как сука напевает еще такую руку ладно ты меня заколебала сука пора падать надо убегать что-то щас будет нехорошие волки помогут я уверен волки помогут она их усиливает мразь этих чувих походу ой дерьмо сдалека там глупик по мне где все мои грёбаные волки почему я не могу навестись на эту бабу дурную ай бля ну как тащит пробить да блин куда ты целишь дебил да прицелься ты в нее а не в них блядь она ближайшая цель какой должна так вроде бы как у нее повредился купол немного да твою то мать ну сколько можно спамить то ёп ты уже херовина лопнула да ты уже упадешь из своего пузыря книжки открытие постепенно меня задачат вот это чудесно просто было да переключись ты на нее ё-моё ну что это такое а чё ей нужно чтоб она сдохла понять не могу сколько ее долбать падает отлично наковырял последний удар все готово не уж то не будет второй фазы надеюсь вторая фаза начнется быть ваще веселья ну так и знал вторая фаза еще есть эту сволочь или нет что происходит кого она там вызвала сейчас основная битва будет ну зашибись ваще из последнего курина Эвкария Бреналла Бреналла Му и мависть она проживала чё такое опять то же самое начнется да блин сама наводяжки всегда радует волков моих покромсало падла вот это стрела души вот это стрела души посох еще летает этого не хватало ну опять началось сейчас как рванет я чувствую уже но это просто не честно максимально а господи мне пить нечего я уже подумал сейчас я попью чего-нибудь А мне пить-то нечего Офигенно Вторая фаза Надрал мне жопу Самое интересное Что бежать-то далековато Одно быстро Но далековато весьма Допрыгай ты Говно-то кусок О, господи Ну, блять, какая же ты Сука, дичь Пошли вон Может, тут где-то Благодать есть, а я не увидел Не, ничего не вижу Ничего нет Так Ну-ка, поищу по этому залу Может, я что, упустил Тут нихрена нет И каждый раз подыматься Ну, вы шутите тогда Вашу мать Надеюсь, у него хоть вторая фаза Сейчас начнется Ну, потому что если первая опять Ну, это бред Блять, это бред Где мои волки? Да ебашь ты по ней Что происходит? Ну, возьми ты ее в прицел уже Твою мать Интересно У нее за счет Убийства этих Чувих падает Этот Шарик этот Или что? Понять не могу Сука, какой-то спам лютый Блять И ничего не работает Самое интересное Ни хрена здесь не работает Потому что Блять Сука После переката Еще такое чувство Фреймы невидимые Какие-то есть Или что? Я не знаю Задержка импута ввода Вообще не понимаю Что происходит Знаете, что я сделаю? Я Буду играть на Нечестное Я буду херачить ее Сдалека Нахер все Это дерьмо надо Сейчас наколочу Сдалека И пусть она Сдохнет Подбегу Когда у нее Лопнет этот Ссатый пузырь Блять Эти суфи Еще ко мне Ползут Да Может можно Сбросить одну из Штуковин Под нее Нет Нельзя Падает Кажется Я точно не уверен Но мне кажется Что Данно или поздно И станет Херово Трестник ее купол Может всех нужно убить Или какое-то количество Ее прислуги Чтоб она Наконец Опизделилась Это ненормально Честно Я не понимаю Что тут делать Ну да Походу Трескается купол Когда я Башу ее Прислугу Как можно больше Прислуги Надо убить Ну че за хрень Летает Поет Вот Трескается купол Полетело вниз Точно Надо прислугу Керачить Побольше Прислуги Убить А потом Во второй фазе Оставить Как можно больше Бутылок Ну что это Такое Волки Лупасть Лупасть Не давайте Подыматься Блюдком Этим Че меня там Задело Какой то Людый Хитбокс Вот это Вообще Охрененно Книга Капитана Америки Летает Лучше И быть Не может Ниди Гайден Да Крут Не спорю Дерьмо Блин Я вот до сих пор Не понял Механики Босса То ли Лупить Ее В голову Этих Горничных Прислугу Надо То ли Че Чтоб у него Пузырь этот Лопнул Побыстрее Блять Сука Как они Заколебали А Эти маги Ссатые Причем Самое Интересное Тут рядом Я че-то Не вижу Этого Кострика Где Кострик Мать А А А Может Этот Вот Вот Эта Вот Херня Ведет К Острику Чтоб не бегать Туда Чтоб Тп Сразу И Вот Ты У Босса Просто Я боюсь Ты пахнуться И назад Не пахнуться Опять Придется Пробегать Эту Площадь Ладно Хер С ним Пробежим Если что Еще раз Да Бей Ты По Ней Вызываем Лютых Волков Ни разу Не треснул То есть Ты Че Узнай Кто А Может Быть Не Ни Хера А Вот Наверное Те Которые Светятся Поддерживаю Точно Все Понял Сука Сдохни Надо Их Выцеплять Нет Тут Определенный Светится У него Купол Короче Трескается При этом Который Поддерживает Надо искать Того Кто С этим Свечением С Определенным Бафом Вон Еще Одна Отлично Все Посыпалась Падла Падай Вниз Сейчас Мы Накидаем Куда Они там Полетели Вам Жить Вот он Что Упала Нет Нет Еще Не Упала Нужно Вот Эту Еще Бомжику Бить Тетка Давай Отправляйся На вторую Фазу Это Что Нормально Блять У меня Не хватает Магии Короче Зря Отозвал Сейчас Рванет Для Приближения Блять Это Какой-то Ат Лютый Спам Сука Спам Лютый Спам Просто Лютый Спам Лютый Спам Лютишь Все Мы Вся Спам Если Раньше Можно Было Как-то Уклоняться От Магии Там В Дарках Да То Сейчас Ты Уклониться Не Можешь Тебе Тебя Тупо Заворачивают Эти Закручивают Стрелы Душ Или Как Они Там Называются Просто Летят За тобой До Конца Чушь Настоящий Чушь Накидывают Сзади Отлично Пол ХП И Стреляет Без Конца Без Краю Класс Че Еще Такое Придумать Чтоб Вообще Было Весело Заспамить Игрока И Все Охуняйся Езжай Быстрее Каждый раз Ездить Сюда Вообще Не Камильфо Уголков Оставлю На вторую Форму Нарм Они Отвлекали Вот Эти Книги Это Самое Дерьмовое Что Может Быть Здесь Че Ты Там Колдуешь А ну Уймись Побежали Смотри Еще Одно Вон Она Сейчас Зайдем Сзади Сейчас Упадет Ну Блин Это Бред Где Пока Ее Найдешь Вон Она Самый Долит Ползает Сейчас Пойдет Она В центре Дерьма Всего Это Ну Блин Как Так Можно Было Сделать Сейчас Они Меня Закидывать Начнут Может Она Их Упанет Кучу Цвету Псатую Перерождаться Да Ну Не Надо Перерождаться Еще Одно Ой Сейчас Как Жахнется Вот Он Перерождаться Не Надо Это Я Заявляю Честно И Благородно Перерождение Не Нужно Вон Она Закидывает Меня Книгами Сучка Падает Надо Добивать Убивались Отлично И волки Остались И волки Целые Овцы Сыты Кастуем Сразу Блядь Ну Какая Это Херня Вы Видели Я Поставил Волков У меня Какого-то Хуя На Коне Переключателя Думал Сейчас Автоматом Заюзаю Волков Че За Хуйня Че За Хуйня Блядь Это Просто Пиздец Какой-то У меня Слов Нету Такая Хуя Хуя Я Просто Такую Хуйню Впервые Вижу Блядь В играх Ты Блядь Сука Переключился У тебя После Кастсцены Блядь Сразу На Другой Блядь Сука На Другом Слоте Блядь Все Ну Че Это За Дерьмо Че За Дерьмо Игра Ну Ты Че Ебанутая Вдис Сейчас Побыреку Погоди Еще Момент Ну Блядь Вот Реально Шурик Ты Видел Я Взял Волков Переключился У меня До Этого Были Эти Какие Эти И у Меня Блядь Сука Какого Тухуя Призывания Коня Че Че За Такой Был Че За Такой Был Объясните Мне Блядь Слов На Это Все Нет У Мне Просто Уже Слова Заканчиваются Эта версия Иксбокс я не знаю насколько она последняя Честно говоря Блять эта песня меня скоро сведет в могилу Посыпалась тёлка вниз Уходим Сука и не дай бог Сейчас я когда переключусь на волков Будет такая же поебень Как и тогда я блять просто сразу блять Наху дропную игру вам ребята я отвечаю Это просто пиздец какой то Кхе-кхе Чё это было блять Ещё Придметы надо все убивать Потому что потом эти предметы Начнут упасить Чё упала что ли? Нет ещё не упала Хорошо что она рядом хотя бы Куда? Летите назад блять Вздумали чего она Филять её вздумали да? Да Чё за бред? Сука мимо почему? Ой блять Я просто молчу блять Я просто молчу Просто молчу сука Сейчас она похиляется ещё Отлично Блять опять мимо Пингует Пингует Возможно Блять Лучше и лучше всё Всё лучше и лучше блять становится Думал банок хоть сохранил Ага сохранил Мать вашу Ну ещё огнемётчицы блять Круто Ну ещё огнемётчицы блять Да блять Да блять Ну хорош уже Да блять Ну хорош уже Сейчас сразу вызываем волков Полки не особо И страстны к магии твоей Так что должны помочь Вдреков хоть немного Волки молодцы Не дают ей кастовать Особо Очень быстрые и надёжные ребята Волки Волки. Волки тут вообще просто незаменимые товарищи. Ну блять, ну что это за фигня? Что за спам? Самонаводки из-под жопы какая-то еще. Работает. Ну что за бред? Давайте ребята, лупим. В перемес. Все и конец, блять. Волки тут просто молодцы. Волчары, блять. Захуячили. Так, ребят, погодите. Сейчас с вами переключусь. Надо переключиться. Так и знал, что волков стоит оставить на конец. Что с ней делать-то сейчас, Сань? Погоди. Побуду. Не надо. 40 тысяч за нее дали, офигеть. Сейчас, Шурик, набираю, погоди. Так. Где дискорд, блять? Мать. Сейчас запущу, Сань. Какая люп-камера? Иди нахуй. Так. Включить режим стримера. Какой режим стримера? Вы что? Звоню, Саня. Что-то я... Ладно, еще раз. Наверное, Саня взял, а я не успел. О, все, нормально. Отходил, наверное. Да, Сань? Шурик? Да не, я на уши надевал просто. Ясно. Блин, ну волки тут вообще затащили. То есть они каст постоянно сбивали. Хорошо, иначе бы она с новодяжками меня просто захерачила. Я этого босса без духа побеждал. Он один из самых острых, я не знаю, что я зачем-то парился. Она, когда ты ее бьешь, это сбивает и вы атакит. Кроме одной, кроме луча. Вот этого и... Ну, во время луча можно ее даже... И этот, и не сбивает ей еще посох крутящийся. Она что-то юзала часто, посох нам, не блин. Ну, этот момент, да, отходить, конечно, надо. Ну, так это 11. Ну, нет, я ее на второй, на второй или на третий раз побил, нормально, пойдет. Это вообще ези, я думаю, ты уже давно сидишь. Нет, речь. Посмотрю, сейчас уже сидишь. Не, я пока тут побегал, там, это, обследовал все вокруг. Ну, да, и шарик, естественно. Ну, не, ну, шарик, вообще-то, очень долго стоит. Разве его нельзя сбить, по-моему, может. Шар, не, она, шар вызывает у него просто убежать, можно. Шар мгновенно, по-моему. Захерачивайся. Наверное, делаю. Да, да, да. Да, просто убегаешь, да, и все. Ну, тут, блин, просто если ты бешена, в принципе... Но видишь, в принципе, шар от шара-то легко уйти, потому что, пока шар плавает и не взрывается, она больше ничего не кастует. Ну, да, действительно, наверное, можно даже его обмануть и ее обидеть, наверное, я уж не помню. Так, интеллекта, вроде бы, просто никаких не было. Не пришлось бы ничего из-за мудрость добавляет. Манны не добавляет, да, ни хрена. Смотри, нет, манны-то интеллект. Только интеллект. Однозначно. Так, ладно, интеллект прокачиваем тогда чуть-чуть. Что еще бы прокачать? Жизненосил уже вроде бы нормально вкачал. Стойкость есть. Ну, скалировать ловкость, я думаю, не особо стоит. 22 нормальные, думаю, для уровня, да? Может, в интеллект? Наверное. Интеллект все вкачаем. Логика вообще простейшая. То есть, качаешь этот статы, короче, боевые, только для того, чтобы тупо держать оружие. Остальные очки расходуешь нам ману и на ВПП. Ману желательно качать до тну. Какие там дима он качал, я уж не помню. Чтобы можно было этого, венека использовать. Венека там в конце года вообще срака. А что для этого сундука-то надо, елки-зеленые. Что с ней случилось? Она перераспределяет очки. А, понятно. Я сколько нужно специальный предмет находить. Буду тебя личинка там какая-то специальная. Ты, походу, прохождение можешь найти. Сможешь перераспределить очки. Тут дальше ход есть или это конец академии? По сути, конец. Единственное, что здесь есть некоторые такие места... Спрыгнуть с этого, с балкона там... Нерезом на балконах, на крышах, да что-то такое вот. Пойду, короче, к предыдущему костру попробую... Димон пишет, короче, тебе нужно, чтобы манны было около сотки. По-моему. У меня сколько я сейчас... Ну, может посмотреть в этих статах. Так, статус... У меня 131 маны уже. А у тебя сколько я сейчас вкачу? 22. Что-то, по-моему, Димон нифига там не около сотки. Ну, там две сотки, наверное, надо. Потому что мощная штука там не вызывается, например, так просто. У меня на сотки она не вызывалась. Ну-ка, посмотри, кстати, что там. Так. Короче. Не пепа, во-не-то. Чары. А как там фигня вот эта? А, я их просто меняю, е-мое-то. Даже не соклинать, это больше свитки. А-а-а. Горная слеза же она здоровья кушает. Она же не ест. Вот расходов к 104 лутель безголовую хочу. Вызывать шутку на все. Это тихие, используя ману. Тут хозяина нет, но слезу или нет. А штормовую ястреб, что делает? Просто летает. А-а-а. Штормовая ястреб, даже не знаю. А это что? А-а-а. Это типа тоже дух. А-а-а, так это штормовая ястреб, наверное, типа знаешь, птицы, птицы, которые ты встречал в замке грозовых завес. А-а-а. 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 Вот на тихие 132 ману нужно, чтобы ее вызывать. Так что, в принципе, больше 130, ну там 132 можешь не качать. По-моему, нет смысла в этом. Так, ладно. Просто есть еще один дух, довольно крутой, черный нож. По-моему, его добываешь как раз-таки в одном из утили, что убиваешь. Черного ножа и падает этот самый прах. Очень мощно дамажить побои. Неплохо. А вот доппельгангер, то есть, моя копия, это что? Где его брать? Двойника, ну... Блин, тоже вот это, он хочет сейчас, это же не помню. А, по-моему, двойника дают за, не за этого случайно, не за Астелли, босса. Он, короче, где-то в подземельях. Скрутить. Астелли, а подземелья надо искать. И там же, кстати, ты найдешь и саму слезу. Как-то на слезу. Твойник, ловная слеза, называется. Как-нибудь бой, но в подарок тебе не дадут их его прав. Прав, где-то отдельно дают. Я тебя правильно, все помню. Так, ладно, надо Шегану сделать ипуньку в черте. SSD-шку на токарню поставил так, все быстро вгрузится, начал вчера купил, наконец-то. Для игр в Сист-Академию прошел, можешь идти в замок, который находится в Северной Академии. Там, в принципе, потом просто слишком легко, а сейчас как раз вот то, что надо. А потом уже можешь опять в Красную Пустью не вызвать. Вот сюда не ходил, кстати. Нет, за убийство двойника не дают. Насколько я помню, я недавно смотрел прохождение чьё-то, и он убил этого двойника, и нихрена не дали за это. Ах, ложность. Вроде бы так. Ну, на всякий случай сейчас я, кстати, зачитаю, чтобы уж не вводить заблуждение. Тракт Белума. А, тут даже вообще, короче, не нужно никого убивать. То есть, это чисто как сокровище. Это сокровище знакового. Будем искать. Здорово. Ну, попасть в эту ваканс можно только после убийства Радана, поэтому можешь особо сейчас не напрягаться. Радана убьёшь, потом можешь искать. Радана-то босс с красной пустыни. Ой, ну, у меня желательно сейчас вот здесь побегать, да? Тут, в принципе, невысоко левельные мобы, там, боссы. Пойдёт. А, тигналировая идея в замок, который севернее, чем академия. Вот этот вот, да? Там ещё печать. Получается так. Там никакой печати нет, она открытая локация. А вот это ещё, помню, чать. А, ну, может быть. Вот этот вот замок, да, северный. Получается. Нет. Я вообще показываю, что это какое-то место. Замок, там, замок. Мне, 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 вон, вот, вот. А, да, да, да. Задержка просто небольшая. А, давай тогда сюда. Чё скажешь, Робин? Чё, как у вас там работа? Интернет хорошо ловит, раз ты можешь стримы смотреть. Лошадка. Понятно. Понятно. Они ещё телепортируются. Чё за мужик? Вот базаришь, базаришь с мужиком, и тут тебе прилетает стрела души прям в спину. Бывает такое. Так, тут никаких подземелья нету. Рука к руине показана. Значит, здесь можно где-то что-то найти интересное. Скорее всего. Ищем. Обычно в руинах всегда есть это. Подземелье. Я почти всегда встречал. Поэтому стоит поискать. Только говнорей здесь, конечно, много очень. Продуху не дают. Так, вот там ещё часть руин. Может, там где-то. Задивили кристалл. Путон. Здорово, чик. Мы только что это. Магичку. Жучий. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Псатые маги. Хочешь в канфу тоже залетай. Сейчас пересоздам. Только для общей тогда. Или вчерашнюю просто зайдём. Все вместе. Да, во вчерашнюю проще зайти. Так, только мне нужно где-нибудь укромное местечко найти. Прежде чем переключать экраны. Так, ребят, вы не знаете? Тут есть вообще подземка. Среди этих руин. О! Так, надеюсь, ничего не будет. Сейчас. Погодите. Переключу экранчик. У меня долго это всё дело настраивается. Я не ожидал. Всё, а я здесь. Чеба надо выкрутить немного. А нет, он громкий очень. Ну, точнее, не громкий, а громкость пользователя большая. Но странно, что-то тиховато. Относительно сани. Допустим. Да там же можно. Ну, я выкрутил тебя. Отдельно можно. Громкость пользователя выкрутил. Нифига, кстати. Всё равно тихо. Ой. Ой. Ну, не знаю. Должно быть нормально. Вот теперь вроде получше. Микрофон немножко в какую-то сторону. Ну, и чё, и теперь куда-то удержишь? Да вот на замок. А чё там с Ассаней не присоединился ещё? Или присоединился просто пока что? Как это? Я же с ним поздоровался. А-а-а. Ну, сейчас он не слышит, я не знаю, товаритом нет. Поздорование микрофонами. Сейчас, секундочку. Тут немного зная, суткины. Чё-то, как ты там свитч собрался ломать. Хе-хе. Или нет? Тони что-то уже смотрел. Хочется, он не скидывал видос в конкур. Я посмотрел, но я и так в общем всё это знаю. Так что, для меня это не новость. Вон у меня коллега, владюшник Берсерк, который в чате всё просит свечару привезти. Там Зельду хочет поиграть. Ну ладно, привезём, хрен с ним. Поиграешь, что и Зельду. Я этого чувака смотрел уже какие-то видосы, да. По поводу среди Сатурна. Так. Парни, не подскажете, это вообще имеет смысл? Искать подземку. Потому что обычно в руинах они всегда есть, но чё-то найти не могу. Бывает в некоторых руинах. Проходы с крыльей прямо на земле. Типа рыбануть надо, а откроется. Ну, я вообще даже не представляю, где это. Да и попробуй. Запомни. Там, чё, где есть чё-то нет. Делико, где-то место. С большей вероятностью чё-нибудь может быть. Ха-ха. Просто было, скрытые. Скрытые, как бы стены прямо в земле. Это жопа, конечно. У вас тут куча одна, как уртная. Грёбаные волки, а. Я с Атурными опять возился. Спалил блок Петра. И всё, прям, бах! Дым пошёл. Ха-ха. Представьте. Чё весело. Какой-то модный рост. Да, я даже, честно говоря, не знаю. Вроде, ну, я поменял кандидор здоровый. Вроде, там, у поляров было точно нормально. Не знаю, мы чё-нибудь замкнули. Он, короче, не влезал здоровый. Потому что 500 вольт, а на 400 я не... Ну, нет в продаже. Вот, я там гонул элементы на благоспитание. Старался как-то пиндюрить. Может, чё-то там задело. Ха-ха. Неизвестно, теперь сгорел. Он или нет вообще блок? Потому что выбило этот предохранитель. Надо его поменять. Ну, да. Так, может быть, его и не выбило. Просто... Ну, смысле, может, он и не сгорел. Может, предохранитель махнуть, да и утром. У меня ещё один Сатурн есть японский. Ну, там надо кондёру поменять. Это чё за дядя? С ретро-приставками не соскучишься. Ну, кузнец, да. С паяльником не дружу, что-то, конечно, демон. Привальщик. Это дядя, он... О, ты, кстати, идёшь в место прикольное. Мне очень нам лично понравилось. Такой замок. Клёвый. О, плюс 7 утяготан. Да, стрим, конечно, чё-то лагает. По лютому просто. Да, кстати, стрим чё-то лагает. Ну, это всё, наверное, посыпалось. Кожи-то провайдерал-то своему. Чё-то там? Посыпалось. А, не, всё. Отлагал. Ну, периодически бывает. Тебе надо антенну направить в сторону Москвы. Я ему уже говорил, что да, антенну можно. Да не, не получится, ребята. Потому что это, скорее всего, провайдер сам чё-то мутит с этим, с передачей. Потому что я, когда замеряю на разные точки, даже не на русские города, а вообще, на любые другие, у меня показывает нормально на отдачу. И даже когда я загружаю там какие-то файлы, у меня тоже нормально. Вот именно стриминг, блядь, сука, у меня скачет скорость не больше четырёх тысяч килобитров петры. Это странно, блядь, очень. Ну, это ж, ты же говорил, что у тебя там только одна антенна. Одна антенна, это для стриминга отступай. Тебе же нужно отдачить, чтобы было. Тебе нужна именно двойная антенна Майма, чтобы на приём и на передачу отдельная антенна была, когда она будет работать чётко. То есть, другой модем надо взять, тупо. Да. И модем, ну, модем, ну, во-первых, и желательно внешнюю антенну, чтобы у тебя была скорость хорошая, чтобы его прикупить или модем тоже будет. Да, обязательно модем нужен тоже. Ну, мы можем. Потому что там, получается, как от модема будут идти так же две маленьких антенки и соединяешь с большими антенками, оттенками, которые у тебя на улице ставят. Там, ну, она будет здесь будет как одна, но на самом деле внутри там я. Кто по мне лупит, как супер. Там есть прям готовый комплект. Я себе такой в деревне попал. Только я купил себе тоже одну антенну, но я там стримить как бы не собираюсь. Ну, как-нибудь купим тогда. Получше модемчики антенну. О, короче. Вот этот замок вообще чёткий. Мне очень понравился. Я бы даже сказал, но я, конечно, не знаю. Мне кажется, это некая отсылка к Окарине оф Тайм Зельде и лесному храму. Вот. Ну, в некотором роде. Возможно. Я за Зельде не шарю, я не могу сказать. А-а-а-а-а! Чё это было? Может там руки были? Рука смерти настигла меня. Потолка падали и утаскивали героя на другой этаж. Ну, до своего времени круто было, очень. Вообще прям. Други, кстати, эти вообще гемалы не такие, блин. Очень они любят затюкивать. Ну-ка, чё ты можешь? Хоть покажи мне. Хоть испытаю тебя. Давай, пожми. Безголовая баба. Хе-хе-хе. Испытаю твою мощь. У меня, собственно, охрана есть. Один бутлавы, что ли? Да, вызов. Псадник. Не знаю, где-то. В подземельях копался. Можно ещё и прикуривать от этой его штуки. Вообще. Топ. Давай, танкуй его, танкуй. Смотрите, хп сколько у неё. Норм. Она как танк, наверное, и выступает у неё, потому что и щит вон есть. И она ещё телепортируется, офигеть. Жалко, только её хилять нельзя. Или можно банкой её так же хилять? Не, нельзя. Навряд ли. Не пойму, на кой хрен тут сделали так, чтобы где-то можно призывать этих халтеров. Дома-ка, где-то нельзя, да. Вообще, как-то непонятно. Чисто... Она ещё телепортируется умеет, это круто. Срагу. У неё ещё, чё, ну, телена нет, то есть, классно. Когда она тебя застанивается. А, чём-то и кидается ещё. И хиляет, походу, меня чуть-чуть. Чё это было? Какой-то баф накидывает или чё? Непонятно. Руки-пауки. Восемь пальцев. Паладин, походу. Танк. Полезный ему. Интересно, он надолго вообще. Нет? Надо спросить. Мы надолго? Да. Ой, чё-то плохой фак показывает. С перстнём. Кидает ножами. Не, кстати, эти дропутсы, магический титанит. Мрака. Камень, представляете? Второй его уровень. Надо запомнить это место. Так, а ты же не маг. Да, они-то, это, оружие специально улучшают эти камни мрака, по-моему. Кстати, ты же убил эту королеву, ты теперь можешь респект делать. Да, 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 я знаю. Ну, пока у меня нормальный спект, мне нравится. Там не мрака улучшает. Уникальная. О, я не знаю. Я защищусь. Сука. Покажи ему, покажи. Безголовая. Указываю. О, смотрите, с них кузнечные камни мрака падают. Второго уровня. Офигенно. Мобы классные. Вот сейчас из этой херни, по-любому. Нет, не вылезет. Ну, ладно. Черный пламень. У него вот откуда черное пламя. Нет, не отмечал биться богов. А, ты рядом блато или безголовый. Я думаю, ты уже это... Все, откатил. О зеленом пламени. По-моему, тоже неплохо. Пердежом. Да. По-моему, они вообще любым огненным оружием валятся. Хорошо. Ползуны. Кругом одни ползуны. Что в Академии, что здесь. Магия такое чувство. Дистрофанами какими-то учебными сделали здесь. В игре они ползают. Что они еще делают, не знаю. Это и магия какие-то. Кузнечный камень мрака 3. Когда королеве видел, это не магия. Это кукла. Котивники все были действительно магия. Которые в масках каменных. А вот эти, которые ее прикрывали, это кукла. Она, короче, после того, как Реналу кинула догон на ебанусь на чувак. Рученцы. А, 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 что творишь, отпусти. Такие залипает клава, хотя я вроде ничего не проливал на нее. Блин, что такое-то не будет. Какая не странная. У меня механик-оптик, точнее. Вот я сижу ее. Залипают уже, уже целый день ее сижу, мою, мою, мою. Средскими для мытья экрана. А это какая-то клавиша именно, что залипает это? Стрелки. Не то, чтобы ими часто пользоваться, но не залипают. Причем помыл одну, другая начала залипать. Ощущение, будто там какая-то, блин, знаешь, сватка-жидкость, папа, хотя нифига, помню, что не проливал. Я никак ее вымыть не могу. Хотя это странно. Немного ее туда попасть, типа, как не могло. Я вижу, что лабирать, паск. Пальцик, так, человек-то разбирает. Набрал камни, с жопой не жуй. О, точно, чё, ты мне дал хорошую идею, щитом убраняется. В следующий раз так и буду делать. Щит весь в крови. Я в механику за 2000 купил себе нормально клавиатуру. Свои спандарты качественные, ну это капец. Механику тоже взял. В общем, такие клавы еще не поддерживают нажатие более трех клавиш. Хотя я не знаю, сейчас может уже это поменялось. Может быть. Верня была. В зависимости, по-моему, еще и USB или PSP-пополам. PSP-пополам там явно ограничение по нажатиям были. И в шутаны на пади играть. Блин, я урожен. Мне, кстати, в резик на пади играл. Брось, по-моему, что мне гораздо больше понравилось. На клаве как-то вообще не было. Абсолютно было. Ну, не знаю, мне просто целиться все-таки на джей, как-то не так удобно. Резик, наверное, просто изначально точился под пат. То есть там даже как-то, ну, мышка ведет себя неадекватно. Ты ее проходил, кстати? Я резик второй только проходил. А ты какой? Про какой горишься? Восьмой. А восьмой? Я распускал восьмой режим на PSP-5. И там целый такой, скажем, улак у Джоя. То есть с Цельц там вообще неудобно. В сравнении. Вот с компом. Мне не понравилось. Задержка, короче, есть какая-то. Ну, ну, пока такого точно не было, но пока все норм. К примеру, я прошел в дискомфорту, никакого не ощутили особо. Ну, ну, пока еще. Ой-ой-ой. 1-го, один проходил на Xbox Original. Это больно и страдает. Я проходил на 360-м ремастер. Регендарь, кстати. Да, это был очень жесткий. Ну, че за херня творится? Дай бухнуть. Ну, капец, деревья сносятся, блин, какая-то катастрофа здесь. Я же-то опять уже, ну, на 360-м покупал сначала. Ну, потому что, как обычно, что-то забыла, что-то необычная версия на 360-м. Ну, как назло, оказалось, лучше на PS3. Это опять? Да, да. Блин, это опять я помню на PS3 запускал, когда она у меня еще была после ПК. Это конечно, просто такая же шесть. Разрешение низкое. Свощи какой-то стрёмный. Ты же играл уже, когда она пока вышла. А я на старте тогда, пока что-то и не было. Тогда это было... Единственное... Ну, да, и когда нет вариантов, как бы ищешь из того, что есть. Приходится из стартов говно выбирать. А только она пока вышла, там, конечно, уже сразу. Другой уровень. Ну, да, но пока она... Отлично. Работает. Сразу, причем там, да, и оптимизация хорошая. Как бы у меня ни разу не вылетала, ничего не ключевая. Сразу вспоминается, Чеп, знаменитая, твоя аранжировка на ПК играли. Горе мы не знали. На божественном ПК. Я ли-то опять вылетала, но там, когда я ставил какую-то в глаза, вообще-то как-то не было бы на столке. Но он ничего такого-то. Ну, это, может, есть как вариант поначалу, потому что я гонял-то уже после выхода даже на ПК достаточно долго. Мне просто, в принципе, GTA уже на тот момент не нравилось. Мне нравится и сейчас. Но я решил пройти, все же ее хвалят. Прям лучшая игра в мире. И как? Ваши, крик зажатых клавиш. Беспровод? Ну, блин, беспровод. Я думаю, ну, джойстик беспроводный, это норм. Глава, мне кажется, не очень, ну, как сказать, да дзыкчива. Ну, если играть. Ну, если не играешь, конечно, то больше. Игра-то опять, да, GTA 5 норм. Но, я ничего там не увидел такого, супер-пупер, но, ну, игра норма, разок пройти можно. Вот, что я могу сказать. Вот, тот же самый Skyrim, допустим, опять же, который тоже много похваливает. Я еле-еле один раз прошел. Когда я один раз прошел, полно себе нормально. А как же атмосфера 90-х там? Я в те далекие времена не играл в ТЭС, поэтому мне это не знаю. Нет, я пробитаю. А, вот так я в свое время как раз таки... Сука! Составляется вайсити, я просто не в каком проекте. Я понравился. Какой-то тонкий. Да, локация прям... Не, ну, собственно говоря, это мне больше всего и понравилось. Сюжетка. Сюжетка прикольно. Персонажи классные. Единственное, что бесило, то, что нет русского перевода, ну, в смысле русско-озвучий, потому что читать одновременно что-то делая там машиной, управляясь самолетом. Ну, да, когда едешь, это, да, запаривает. Из-за этого ты просираешь моменты, которые разработчики там озвучили. Какие-нибудь шуточки, какие-нибудь другие факты. Не успевая читать сабы. А английский я знаю так себе. Разговоры вообще никак не надо сказать. Давай, чувиха, спасай! А тут не надо, не нужен никаких пунктов. Нужно просто аккуратно идти и смотреть, чтобы руки тебя учили. Это блин, камера, ты ведешь себя бесподобно в этот раз. Я на этот момент, когда я сюда пришел, я все еще не использовал духа вообще. Босса тут тоже проходил без духов. Это, конечно, ад. Но вот эту локацию я прошел без особых проблем. Но босс был готовый. Да, ну вот как руки, ну то есть руки пройти тут не так долго и все их не будет больше. Так вообще. Так, а там еще какой-то поворот был куда-то. Вот пришел сюда. Никуда. Здесь поворот какой-то. Выход из замка что ли? Блин, сейчас, короче, полтора часа еще сидел, пытался снова начать проходить трассу на выносливость эту форстную ичку. Думаю, три раза на сука влетел. Три раза. Она не дала мне даже сейчас поиграть. Я про порзы наслышан не про поры в горизонт. Четвертый и пятый мол, тоже они. Ну вот про оптимизацию во всяком случае не знаю насчет вылетов. Оптимизация там топчик, но вот вылеты все портит. Оптимизация там отлично. Допустим, тут же Харайзин 5, который последний вышел. Он даже на дорогих системах летает на высоких настройках. У меня ноут в нем как в железе далеко не флагманское. И форза на нем не летает. Блин, какой-то ад творится. Деревья падает. Я поиграл в крокдаун 3. Мне очень хотелось посмотреть на это такое. А к руке не стало. Хорошо. Пилили, пилили, выпустили непонятную грень. Ну и на ПК в том числе. Так вот, эта игра вышла, по-моему, на нее вышло. Не вышло потом ни одного патча, и она перманентно на суток лагает. То есть она длиннется раз там полминуты или типа того. Что-то там с карда подгружается или что-то в этом роде. Это просто капец. Помимо качества игры, в нее играть просто невозможно. Понимаете, просто вот в этом весь мой кроссовок. Хало новый тоже вот выше, тоже там проблемы с кримизацией. Не знаю, это сейчас. Майк ростовки от страны, ребята, что я для своей же винды, дапортируют и не могут нормально портируют. Разве что, не привлекают на свою игру. Не пойти туда. Разве что, но это очень, очень странная какая-то. Плюс еще вот актикало, типа, чуть ли не главный эксклюзив, но оно явно не соответствует по контенту, по качеству такой игре. Как так? Может, имеет кучу бабла, нельзя запилить? Какую более-менее нормальную игру, чтобы она двигала там продажи? Мне, мне не кажется, что нет, потому что, допустим, какой-нибудь блогер известный, поиграет на ПК, ему не понравится, что там игра залетает, тревогает на его там супер мощном компьютере даже, и он может очень нехило так поднаться репутацией на игросу в конкретной стране. Я не говорю, там, братья, в любой стране такой раз. Так что, как по мне, они все-таки просто косячат, потому что, вот, в связи, царь, возможно, летиер, ты, кема, как, ну, просто обратную связь, же наверняка, дают, какие-то, массово, католично. массово, жалуются на какие-то вещи, надо мне внимание-то обращать. такое бывает, что вроде, знаешь, сказал, профессиональные люди и всячески, принимают очень самыми какими странами. Компания, которая компания, да, там, если дела там, а делают, творит хуйню, ну, как-то, как интент. Там, вообще-то пердуны сидят, которая просто неадекватчина притворят. Нинжески не по делу, литервативная по-японски компания, у них, как бы, свои такие загоны всегда были. они очень тугие и обстоятельные. ты знаешь, как ни крути, бабло-то они рубят и до сих пор, то есть, нельзя сказать, что их политика не приносит выгоду. Мне иногда такое ощущение, что они просто, знаешь, статистическим конторам чемоданы заносят, чтобы они говорили, что свитч хорошо продается. Я вот что-то в этом вообще. Это же не первое констоль, который хорошо продается. ну вот я, например, могу понять насчет Vii. Вот еще Vii я действительно вверю. Во-первых, она дешевая, во-вторых, она не только интересно детям и взрослым. Кстати, но с фичем не согласен. Ну вот я тебе, кстати, могу такой пример привести. Ты, наверное, у тебя лицензионный свитч? А вот по поводу того, что ты говоришь, не популярный. Я тебе скажу, что на свитче там просто поумбрюс цена огромная. Там что только нету. И это как бы тоже косвенно подтверждает, что концов весьма популярный. Там и эмуляторы, какие-то и переводы туда запиливают. Ничего там только нет. Может быть, ты можешь принимать большинство покупает популярное по этим фишками приставка. Сейчас подумаешь, покупает типа свитч, чтобы его шить. Нет, понимаешь, дело не в этом. Раз такая сцена, значит, это говорит косвенно о том, что она действительно популярная и хорошо продается. Потому что если консоль херовая, на нее мало что пилят. Это дикие лаги пошли дропы. Ну да, все, пиздец. Поминайте интернет. Народ очень просто заинтересован. Это бывает далеко не со всеми приставками ломанными. Да, есть разгон. Че, прекратились слаги, Сань? Сейчас да. Периодически. Ох, его. Диаболу там даже сделали патч, вот для мастера, который получает интернет-эгру. С интернетом на своем. Ну, картинка там конечно так себе, но можно играть полностью в оффлайне. Вообще без заморочек. откуда ты пришел? дух. Дух. Ну, из двуручника. Рядом со мной продают 2 икса. взять, пройти фрозы продать. Икса хочешь взять 1x именно или X? Series хорошая покупка, вот 1x я бы не стал покупать. блин, его потом этот серий тоже хер продаж их знаешь сколько на рынке? Я не знаю, сука, ценности как не хотят. Я хочу найти но я возможно если если потом под заработу пускать за полцены его куплю. За полцены я думаю у меня его с руками. Да, вот два горячих секса. Не знаю, по мне иксбокс неплохая консоль ну конечно эксклюзивы все на пк выходят но иксбокс продает вообще вообще новую практически мне не нравится что Microsoft до сих пор онлайн например а кстати не все игры часть в автономном режиме работает я уже проверил у тебя на игру вышло одного пока ты не загружишь ты не можешь запускать игру и играть откуда иксбокс знает что она вышла и подключен к интернету включен туда наверное это закидоны причем я слышал такую вещь что немало игр на иксбоксе выходят на дисках ну то есть игр самих на дисках нет там просто какая-то небольшая часть кода остальное у тебя загружается ну это тоже такое себе ну это фуфельно и типа на боксе этого гораздо больше чем на ps5 на ps5 я кстати не знаю таких игр наверное они есть возможно наверное в far cry шестой юбисок такие жадные уроды я просто в шоке с этой конторы да уж то слово зачем так делать что на диске чтобы чтобы диски штамповать быстрее видимо они просто записывают там самые минимум не доделали кстати да вполне может быть даже такое все делается для оптимизации для ускорения чтобы побыстрее все это попало на прилавке магазинов а ну пошел отсюда интересно нафига они вообще диски подпихают подпихали бы туда просто открываешь там просто бумажка на ней написано там абц 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 желаю приятной игры да абц 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 а абц прошел последние и скажу что она хуже чем одиссея мне она гораздо меньше чем все понравилось да я пожалуй больше ассоцией полностью погрязли в этой с живы так не увольняли ключевых людей которые там относительно хорошие набрали вот этого этого скамо зеленым никого не обидеть перри игры делают нехорошие разнообразие мендерность мендер от этих терминов не бинарные персоны это вообще за грани просто за грани и же там бинарные файлы не бинарные персоны такие с расширением гостей с расширением мозгов все другом обиженные какие-то стали чё не скажешь и точку заденешь обязательно куда не плюнь попадешь да в какой-нибудь меньшинство век неженок какой-то да это на самом деле дневники они были всегда просто внимание стали много обращать и полярные ставьте чё скажу ребят знаете у меня такое ко всему отношении пиздить их надо пиздить вот так совершенно еще пофиг лишь бы она вот не выпячивала все дерьмо общественное обозрение это очень отдельно терема потому что всяческие подобные технически больные люди они будут есть были всегда просто нужно этому столько значений придавать как сейчас это главное что ты не скажешь они всегда будут недовольны они да это серии потому что им нравится они пытаются они кайфуют какие-то дивиденды заработать все видеть художника каждый пост побегай тактика скажи берев и ножками так у меня есть своя тактика запуливание уничтожение мрази этих всегда есть лук эта тактика действует ровно до того момента как тебя убивают и ты потом так и поставь тропику да что такое вы троллите меня ха-ха-ха это же обычные синие рыцаря они просто синий что-то не особо пробегать получается пока что не наводится и сзади еще вот это прилетает говно ну лока неплохая мне нравится вид хорош сука хорошо что блять они тут нормальные замки сделали не вот эти знаете расписные блять хуй пойми куда идти блин архитектура такая дико все-таки ребят в ds было ну вот рост третьем меня бесило пали архитектуру к коровской конкурса интересно так бесило он казна убийство всех голубых солдат полцы третьем там что-то нагреваемое ждем но тоже это аттракцион шоу болото потом попал пещерой короче на старте мне почему-то эта игра гораздо больше понравился чем сейчас когда перейдем а я честно скажу я уже тогда что-то будет не впечатлился я блять нахрен не до прошел ее когда первый раз сыграл потом со второго ткань видать я просто находился в хуёвом расположении духами нас то пиздило все глобально самые удачные игре самобытные дарк соус первый блатборн демон соус и секира 2 и 3 это уже такие нигде не раз да нет там же написано это брибина блять хотя это может как быть просто боярышников в самом деле потому что листья нихуя на серебрябину и хватит и оси у меня еще теперь есть не знаю когда я поиграю вообще ну это не хочу не играл ну допускал на тк брус я видел как первую часть ну так мельком не целиком я живу так на стриме не до прошел я без да я не знаю есть у него дополнение это я без дополнения 1 проходил вам просто просто такие действия мало в любом случае даже если они там есть интересные задумки в основном они касаются боевки но по мне там очень косяков много которая вне просто вообще там единственный косяк саня то ну блять сука пещеры которые всем не нравятся не только во первых там в целом что касается локации все очень однообразно я начинаю локации ступишь раз повторяются это какое-то ищеры же не там не только там темно в принципе всегда везде там либо ночь либо пещеры либо нет бывает же стоянная япония япония японии японии по пещер япония то есть антураж один и тот же и ничего не меняется так япония то есть разнообразие локации и целом красивого дизайна там нет а еще повторюсь там очень часто идут повторы локации и повторы боссов гораздо чаще чем соусы а там же смотри сань там повторю локации только идут в этом как дополнительных уровнях которые ты на духов там еще что-то фармишь а обычные локации они как бы не повторяются они нормальные а нахрена давайте дополнительные девачу оболзите ты можешь кстати опциональных применять и проходить я некоторые даже не проходил бывало ну блин это просто делают допустим dark souls я прохожу все они это интересно даже это знаешь вот эти вот дополнительные миссии это как данжи обычные ты можешь их проходить а можешь не проходить но вот допустим здесь то же самое вот тебе тут есть данжи обычных а мне они тут интереснее чем там а там вообще книгам копипаста абсолютно пост босс одни и те же повторяются если они не могут придумать босса они просто берут косов совмещают и делу с ними херень как оригинально и плюс к тому же не ехал несмотря на такую классную боевку почему-то не догадались сделать хотя бы по им более-менее протяженными там тебя все суда же помощь под с подворотня обоснованность одного удара убивает если он конечно как-нибудь удачно цепиться тебе в глотку а там час такой и что он там за уголком стоит помнишь как я на уме бот за угорел не скрещу не смотрел у меня огня не было оружием на огонь а потом бомбами хера хочу этом на нем паттерн элементарный просто вот именно из-за того что дичайший урон до 1 ошибка ты машина к ошибкой ты ошибся да и кстати еще фарм хилок фарм ненавиду игры где есть фарм хилок но если конечно остальные как бы какие-то плюс не перекрывают вот это кстати локация очень красивая демон солнце очень красиво мне нравится так все здесь выполнено органично блять мы к сожалению оценить не можем дико лагает да вот это поверим на слово потрачено это чё басец так вот кроме помимо даже тех же самых хилок которые надо фармить еще из минусов то что там очень сбалансированная тема с магией мзю то есть если у тебя нет магии и идут хотя бы чего-нить одного из этого ты сосешь если есть нагибаешь не знаю я самура ему играл комбинировал катаны и копия и ты не пользовался не снимали на бедных человек ну конечно сосал местами ну это более страдания там не местами ты там можно вы если просто сравнить вот как проходит человек у которого есть меда это как маги называется я пользовался духа духами в основном комбинировал смотрел какие уязвимости есть и духов брюхи это ульта и ты понятное дело что пользуюсь обязательно пользоваться вообще будешь потенциала то некоторые конечно прохожденцы проходимцы начинают из принципу я типа как по мне это дополнительный способ расширить все задницу вот я этим и занимался очень я сначала помню стример другого посмотрел он там использовал нельзя короче все там зашибись выносилась я а я думала нафига мне надо потом понял что как же ошибался и тут же все дело выучил я чисто думал знаешь как сам настоящему варьеру не нужно ни ниндзюцу нихуя сам себе британский ты можешь можешь вообще комбинировать все эти свои развлечения можешь использовать фалос этот вибратор 1 и одновременно бутылку с кементосом короче по мне все таки там всем нужно пользоваться тогда игра более менее хотя бы нормально проходится но вторую я даже не стал пробовать пришли даже первая часть 16000 но он же димон бы проходить с духом поэтому я сомневаюсь что проблемы я как выделил нормальный сильно сомневаюсь вообще они говорили что вроде они разрабатывают все кстати мне удивило то что в него нельзя прыгать как ведь нельзя почему это же тем ниндзя разрабатывали те же самые люди кто делает не зигает где он да может не просто прыгать на им по стенам бегать и вообще убить совершать а тут у нас вроде как тоже такой же мужик только где гайден и нормальный вообще разрабатывал при нем такой хуйни не был хиски были норма не ну кстати вот насчет внешности персонажей здесь нельзя вообще 0 претензий в него выглядит все очень красиво ну вот персонажи нарисованы очень красиво в этом плане играй в игры вам 10 плюс до этого признать сразу то есть ты просто смотришь и как будто бы это персонаж из файтинга как сна же файтингах обычно отрисованы неплохо анимации раздраконили да этот это давай в любой он поиграю они решили герои сделать более такими реалистичными но потом шестой части они вроде как одумались чё босс тут за гайден я помню в эту сигму играл там вообще геймпадом трясешь и там просто летает во все стороны на боксе 1 black на ps3 принципе тоже на ps3 то там сиськи блять есть а вот на боксе оригинале могли бы просто хотя бы сиськи показать не то что миссии то ой что-то он разозлился кажется мне это нехорошо весьма где мой танк ой 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 все очень плохо нет все очень хорошо я бы сказал где мой танк я dd это танк все я играю в мморпг никто мне не запретит давай танкуй баба мы убиваем босса ухи ну чё ты там спорол его немножечко где деваха то ё-моё сейчас какой битрайт стоит 3000 по-моему вроде бы время позднее а я потому что поменял в эту ну видать видать выходные выходные все сидят да все сидят в интернете манкины стримеры отнимает уреба канал она хоть не так что постоянно там 100 то был есть и потом отлагивает или как вообще происходит ну так полагает тот плагин сейчас прям вообще дико стала лагать на скитер рота ну так это блин это же димон легендарный дух а это простецкий тут будет босяра так и знал коняшка значит я тоже могу коняшку да не могу коняшку можете еще автомобиль призывать на поле боя я хочу мазду хотя бы больно я узнал сказать такая машина ferrari ну хотя с духом можно во вторых дух чуть не спешит вообще а дух он это все он застрял там где-то за пеленой завесы тумана на девочку ах ю спор да я просто этот как он называется как карвал короче канал посмотрел это не глядела там было соревнований из ты какой-то еще тачки даже с двумя один я так и не понял с этим боссом вроде можно станет но непонятно как после этого проводить атаку я что-то так и не догнал возможно не как то есть это просто станлок без крита такое же было очень жаль но если вот без духа босс там лютый сейчас конечно если если он прийти подготовленным там и удобно кровотечение хотя им не поможет а наш призрак сейчас я думаю завалит сейчас у меня танк вы вылезете ну а мы с этим с с духом исправлений его кто-то танчит отвлекает он пальцы не больше 10 папы я на нем где сидел почти 2 и даже таки что часа хотя бы где-то схема в щиток и сжокова пришлось забрите а у него такие противные кампы есть это где он в конце еще этим подъем блюдо и докажу вообще от них и вы вернешься убивал поэтому не особо но нам по нашим ставить успел хотя бы себя отравит то хоть какая-то помощь а юм это же признак или на отравить даже нельзя до получается нельзя нельзя ни кровотечение ни отрава ни действий рынков еще больше на арене где можно от нее то блять все влетела ну так помощник чужие считая она вместо того чтобы тебя висит постоянно поможет хороший танк я хорошего духа где-то нашел просто по максимуму просто впитывают урон не собираюсь умирать при этом особо все просто ой я как в мадере стыкнул не тро блять дух я хотел герой по геройство не получил вообще ваще изи ну тут на самом деле релик аж подготовка на рапер дух есть хорошие во вторых хотя бы риналу замочил уже покачался я еще дарена вы на это ходил на риналу уже потом но прикольный босс вообще если его варить не перекачивать да у нам по сути вот часа уволила не перекачанным самый раз то есть босс если бы он допустим на удара пропускал сносил бы ему больше половины хп сюда около половины катануя вкачал когда я на самом деле туда тоже димон неплохо дамажу просто меня не было никого кто бы отвлек когда она тебя мудохает там у тебя не особо то много возможности бить ничего нет стена нет не стена и тут конец есть проход дальше на арене значит внизу да у меня туда еще когти были а когти оружие хорошая топку пачк противников которые живы как-то точно нужно а почему-то надписи не только в офлайне но в офлайне и так сказал слабый куда еще в онлайне кстати вот я сколько играл мне ко мне ни разу никто не в торгся потому что к тебе не могли в торгнуться торгнуться можно только в том случае если у тебя призван кто-либо из антопов имеется до живых людей да они они онлайн тут испоганили причем в торгаться можно только к людям которых как минимум два человека то есть но вероятность хотя бы нормально если один человек фантом вероятность очень низкая чтоб тебе вторгнуться свой дух а если те общин 0 призванных то вероятность вообще на него да так вот многие жаловались что система такая крайне дебильная если не просто не то чтобы что-то сделать с онлайн им допустим что побороться с дебильным пингом и все помнят когда тебя бэкстэбер лицо с 5 метров они вместо этого взяли просто испоганили онлайн системы самые жесткие впечатления у меня были от dark souls 1 на ps3 от онлайн как же там все лагало и очень сложно будет торгнуться очень редко срабатывает я прям так ребят нужно короче в nexus спасибо что-то вообще разболелся вот первых фляги по моему 2 даже есть они под на несущенную слезы понят то прикольное оружие только когти вот тот против живых противников решает уже они но много ударов наносит и у них кровотечение высокий шанс против других всех противников кэш полное горнище ну вот я замок первый тоже походил когтями и все равно было сложно но в принципе на боссах я там сколько там по часу полтора сидел два мяча каких-то и опять же проходил без духов хотя были волки бываем туза но я что-то решил что это чудо ловкость да мудрость нужно тоже магическими чекам магии бьют целый кучу магических мечей ненужных узорчатые мечи чем может потом реролюс захочешь ненужных поэтому и говорите лучше не продавай ничего да вот кузнечный камень мрака разве что можно вот это в курчете не продавать это не по харкору по харкору просто выкидывать это нормально все не нужно выкинуть не мешалось глаза не мозолят кх-кх-кх пепел ванник и есть пеплы новые может быть вот на яд есть типа накапливает яд накапливает кровотечение усилить кровотечение что ли у катану этой и обморожение вместе с тем нет лучше усилить кровотечение кровавое сделать чтоб все сосали кровавое у тебя то она смысл есть нет его улучшать она и так вроде неплохо накапливает 64 единиц ну а чё там что даст в итоге кровотечение увеличит да не смысла нет урон стоп теряешь сильно надо найти активку сипуку тогда там за небольшое количество хп можно очень нехило наваливать там кровотечение прям очень сильно бустится перед восемь очень хорошая тема некоторые берут прям два мяча каждую руку соответственно по мячу на кровотечении набор на оба эти мяча накладываются просто такое рубивого после которой кровоточиться просто очень быстро многие считают конечно что это прям такой казуальный билд потому что в этой игре кровотечение так слишком сильно на апнули в сравнении с соусами ну что если вот эту херню посмотреть что она вообще умеет так ты вот танк усилим вообще красота плюс 4 призрачный ландыш мне еще один сейчас я душу захаву у меня вообще будет мега танк я буду просто игру все делать за счет этой чувихи наверное не знаю пока боссы не особо сильная да а кстати можешь топать как раз таки в пустыню в красную да может быть будут посерьезнее но там на том боссе эти сразу скажу нам надо призывать фантомов там вот npc фантомы можно еще без них попробовать но не советую этого делать так ладно что дальше лучше вот на этот пик туда не идти среди драконов не шканды бать или что лучше сюда да пока что кровавую а где тут проход есть вообще у меня задержка пока не вижу куда не идти имеешь ввиду ну вот здесь сейчас на виду оставлю вот здесь драконы где-то есть а а ты имеешь туда матрица там как бы сюжет это не нужно но есть мужской так а санкция там довольно лучше а как мне вот сюда прийти вообще лучше вот через бравое болото вот так пройти да и так понимать потому что тогда долго шнырял как туда закип так как там куча врагов ориентируйся на эти на стрелочки на кострах они на каждое вот это вот фигня благодать показывает на следующую благодать и вот просто следует по ним ну это естественно по сюжету отклоняя если отклонишься то тогда просто будешь какие-то опциональные места и локации следовать да которых тут даже да да так погодите ну вот он показывает мне туда типа чмо какой-то наверху еще сидит которого я доселе не видел падает вниз что за фигня куча мечей каких-то руби не хочу мне лучше слезть у логике да немножко прохладные знаешь зная зная штате чеп лор этого места то нет он как бы из из заставки принцип можно и понятно кто его помнит как говорится в общем заставки нам показывают как моление сражается против радана и в общем и ульта цветок гнили она и применила короче и заразила всю локацию а сам радан стал тем что мы видим она типа она просто победила и убежала и все это да и довольно таки сильно ослабила но она по крайней мере своему мне осталось почему тогда говорят про эту мили сенту что одна гнили стачает свой прикол это малинию судя по всему моление ни одна такая просто то есть есть и так понимаю здесь много человек в которые страдают вышли гнили разлагаются заживо и заражают все это гнилью более возможно она заражена прикольная сама тема с этой гнилью мне нравится так и только не понял куда меня направляют вообще меня это через эту херню что ли наверх и дальше о спасибо егор отчетают подземку не пошел там был уже так я че через другую локацию туда прошел я я же говорю я там гиганта убил сосать продолжая донишь крутейшим образом о семечка семечка счет нихрена нет эти это двери для магов до дальше и тебе надо было наверно идти загадку надо решить а так то да ну по моему вообще здесь же вроде нельзя походить можно было вход пойти это опциональная тема то есть то вот здесь обход имеешь ввиду по дороге да да то есть это ты придешь к боссу как раз таки а это когда ты пришел это опциональное местечко может попробовать здесь разгадать я если честно даже я не хочу загадки не мы не люблю шаранты но это это кстати тоже по моему квест с это из как раз висенте здесь начинается надо было не обязательно того чтобы маленький попасть смысл говорят на домах на башнях так вот тут вот на башне еще зажигай только пом последний можно зажечь только откуда сверху себя ничего не тираннозавры ну их нахер нет тады ладно по дирекциям еху я помню что они начинают кататься поэтому я просто убегу все рыцари идут герои в обход ну что-то карта не открывается до сих пор рядом какая-то бяка бегает видать я запутал честно говоря какая-то сволочь до сих пор где-то рядом ну где она кто-то мешается костер кстати так присесть никого не осталось на радаре так вот здесь я не пошел получается да вот здесь мне где-то нужно развернуться чуваки ходят считай я должен выйти сюда на край дороги сдавать заданному раз по заданному маршруту ну все правильно тут развилка должна быть деться к огне что я не вижу ни хера за крепостью что ли где-то здесь так нету ее ну блин ну вы чё издеваетесь но никого же рядом нет ну какого хера ну блин ну зачем так делать я не понимаю ну вот-вот смотрите я всех поубивал и не могу открыть карту ну чё это нормально что не узнаете он я и говорю что тут вам в обход надо идти как раз таки через через ту виверну вроде как и нужно идти чё за вивернами ступер помнил конечно вот просто дива вот по этим по благодать им да и все вот здесь что ли где-то блин я там был я не нужно попасть на север локации но на севере локации находится замок где поиск босса вместо должна дорога вести вот здесь и там сама северная благодать и вот от нее топой вот здесь что ли ли где вот этот замок имеешь ввиду нет учета нихрена не открытос а как он называется посередине замок как называется тут ничего не сказано это руины парочку руин есть вот это глубины реки север из которых я пришел а вот это замок селья город магии а ну вот короче селью тебе не надо тебе нужно на это тебе нужно другой замок наверное слушай вот это движ который находится как бы чуть ниже и левее дерево туда дорога еще ведет там к нему вот вот он вот тут овраг короче сейчас задержку тебя пройдет вот он овраг к замку ведет и походу вот поэтому в обход идти как-то надо нет не то не то замок он вроде как задержка большая правда ну вот овраг вот овраг из которого не вылезти никуда я уже пробовал это причем тут тебе северо-восточная часть нужно то есть смотри дерево который находится с пава и чуть ниже там замок видно на карте он тебя не открыт еще не обозначить никак вот этот что сейчас подожди право чуть ниже я просто вижу на карте 2 день я вроде вообще вниз карты нужно внизу внизу карты там это пустыня где ты с раданом сражаешься ну так и в замок а сам замок находится вот как раз под деревом вон по дорожке тут я дорожку найти не могу лучшим проблем вон отцы его то как раз отцы его вниз по дороге на юге ты имеешь и да он находится да вот на юге ну кстати попробуй я вот нечего помнить подносили может ошибаюсь ну да на юг давай посмотрим действительно там он мост какой-то идет и как раз он это она обновить стрим даже давай на юг стрим упал что ли они все работать просто задержка большая это бесполезно дик можно но обновляется и тут же опять оставать даже если обновишь все равно она не особо не особо прям хорошо то есть я не вижу прямо в режиме реального времени все на задержкой здесь секунд примерно так сильно конечно да как когда она провога это бяка он стоит а это ворон ее по дорожке по дорожке пронесемся мы немножко а ну вот стать он то самая башня да да точнее к там еще были вот эти вот куча ворон собак так все у него забрал все чтобы я иначе все с ног на гул перейду на двойте на юг и гоносе 800 с асанин 80 с кем не бывает так заметка с небольшой подсказкой чё-то за заметка братья не брать чё там за подсказка возьмем чё за заметка показывай глянь заметки вот половинка 1 потом еще одну половинку на дому колокольчик всякие карта что заметки не вижу она не здесь на то в предметах вот поможет сбить летающих врагов то типа магия приближение гравитации до парня блин по ходу стрим упал что не стриму не туда иду в ту сторону а там прям благодать ты была которая тут но недалеко от моста есть мог туда ты пошли сразу на мост и или замок у меня нету и пока не открыт но не ходил еще а ну я чуть подачем к еще одна блин я столько семочек здесь уже нашел фляжик будет много десяток надо не понадобится забудь их качать ой собаки мерзкие какие а ой ёа блин заколебут булькнем за их здравия там какая то вакханалия среди собак он костерок стать ну по сути да тем более он здесь вроде как вы уже понерфленный с тем как когда я его мочу так что может быть это проблем с ним так мы собак я забыл фляжки покачать не забываем так фляги 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 хотя же золотую сумочку подобрал ты мне гонишь ладно а нет все применим или нет нет в чем проблема я уже забрал семочку или не забрал игрек же поражал чё за бред но может быть потому что тебе нужно 2 а может быть и тут просто по нарастанию идет одна потом две потом три с какого-то момента количество прибавляется ладно идем на мост я объясню а тут ничего никаких ништяков рядом крутых нет стоит поколачиваться из ништяков эти могу сказать сразу на только на той высоченной башни если пройти на самый вверх залезни и точнее на самый верх а там найти проход наверх залезни и пройти всю башню и там внизу будет здоровенный классный поручный вещь песен тянут не двуручку нахер идет лес тогда здесь наверное больше ничего не могу такого классного сказать остальное надо искать исследовать тебе самому я по крайней мере не помню здесь ничего свистни портал какой то был ооо вижу летят метеоры горю лучше нагоняюсь сильно не делать поводу как раз понтри муша это будут уже херачить катапульт закали будут надо сначала бежать не очень сильно потом разгоняться 4 бушек это будет долбить сначала бежит не сильно а потом как как напряжался привяжешься все силы сразу от всего клонишься камешки солдатики да елки моталки вашу же мать спрятаться твою мать навелись ты уже елки-палки отзывчивое местами управление все же мы где мой конь выпьем за упокой помянем башенки с катапултами что-то очень с этого огненный был без огненного меча это с огненным мечом убер убегать убегать а кровоток ты гачит подрезана сколько у него там капета что ничего не дали за ним вот беда открывать мне дверь естественно кто не собирается то нужно где-то в другом месте сделать или обойти ночь тебе явно не сюда здесь не зажрать должна быть нет там где были эти трибушеты где-то за ними там лестнице не будет его не поднимался уже нет я вот не изучал вот эту часть еще ладно побежали назад чё поделаешь я помню там вроде бы вот где-то лестница должна быть попасть замок ну чё как успели бежал ничего не увидел это самое обход есть портал на мосту где-то он не работает наш портал был или можно обойти вот по краюшку сзади зайти в замок я видел там камни но пока стремновато что-то туда было ух ты что утворяет котлечка эти насчет портала реально что я тоже тему там прям в середину порту вот там за этой за башней лестнице не было нет сейчас посмотрим пока надо разобраться что-то говно это сам портал не активен скорее всего может надо кого круглый стол сбили полтать с людями и не сработал ничего с него не упало столько возни вот за три бушетами тут ничего вообще нет если фига не значит этот сгоняя в круглый стол побалдать там с людьми точнее то с ведь в следующем короче маски как у нас глаз он реально похож на короля на сбу вниз поедима комнатка должна быть открыта уже и с ним тебя расскажешь что дальше делать и скорее всего после этого за так а тут обхода в обход нету никакого ну типа может быть вот там где камешки были по краю как-то может попробовать можно конечно но я точно знаю что через портал тебя должна потому что чек прав я уже забыл про эту тему мне казалось что можно просто скакать замок вот по по мыслу справа отворот справа обскакиваешь да там тоже что-то было не слева справа тут кстати вон еще эта хуйня есть вот это есть с нее можно нормально спуститься прыгнуть он лестницы какие-то для как как он тут обскочит если здесь подъем вообще никакого нет есть есть там проход вон как раз а слушайте вот она лестница одна из них но туда я подняться не как прав ничего нету ну кроме может айтем не обход обходом за этой штукой вот и сейчас было обхода но спрыгнул на эту постройку сейчас еще вернись надо обратно опять ну ты не сможешь по моему а там же вроде с этой штуки можно вот на этот прыгнуть нельзя пути коня оседлать можно ну во всяком случае раньше так было у меня тут не знаю бак от или фича я конь тут не вызывался на этой штуке вон как раз проход а нет не могу слушать не хотят на какие же тогда вы свой портал реально поболтать надо интересно и когда загорается вот теперь я думаю ты пахнуться назад что ли слезть просто там слезть никак не вариант высоко попробую по лестнице спрыгнуть там с высоковато боюсь опиздюлился да и изначили свой можно сделать умение да нет ну можно зайти опять и перепрыгнуть не на эту штуку прыгать а дальше туда на а ну вот все лестнице же есть по лестнице постукаешься да и все и там опять точно так же наверх поднимись из глаза макс бога обходить так банок конечно нет хреновато что это за виверны не виверны точнее летучие крысы это бэтмены мэн бэты из бэтмена йоу йоу ох тихо а а разве так делается баллине заметил ям оступился малость долгая я сто процентов здесь тоже так обходил потому что я тоже по по хитрому а то и сделанность и покажется не ли дорога дорога цель и там так раз самом деле и побежал опять пушет сивка бурка вещи каута стань передо мной сукин сын а заряжу за всю херню не иди нафиг так теперь аккуратненько нужно идти вон там я где-то сдох место запомнил пришел увидел победил как сейчас будет шоу виде улетел яма я вещи и вот еще одна здесь где-то жук жук с корабей майский вот что-то дал интересное все мега драйвер скажешь опор с полки это так бы не можешь x будет playstation или он на пока тоже вроде в таком случае будем брать на пока чего уж там я даже ничего особо не смотрел проигрывал вообще знаю что и выйдет для сонки вроде когда-то тут я это не очень нибудь типа ничего не смотрел разработчиков и на вендозе 15 понятно значит корейсио нет 15 принципе не игра машина и неплохая я вот туда в дверь не ходил она даже хуже чем восьмая несравнимо восьмерке там просто боевка заключается в том что мы 99 процентов времени смотрим заставки призывных существ но там все таки как бы там все таки есть боевая система тут у нас кирма просто на кнопку жмешь бесконечно лечилки можешь самому прочувствую сложно даже такого никакого челя на в общем вообще потом понимаешь не то что челя же там вот смысла ты не понимаешь как так можно сделать что там практически нереально умереть вообще вот его сделать так плохо это финал к которым мы заслуживаем то ли ушел то ли его уволили которые добавляли офигеть кстати мне этот замок чем-то напоминает из demon souls вот эти вот знаете вот хождение по крепостным стенам вот эти отдельная тема это оптимизация этой игры на пока оптимизация оптимизация можно характеризовать двумя словами и нет там фишка в том что игра периодически под тормозит статтеры происходят ничем это не лечится а уж сколько она выжирает оператива она может вам даже где-то гигов 20 выжать чем ну и причем там никакой я так понимаю особо графики и нет она в принципе красиво смотрится но не насколько но на красивее смотрится к какой-нибудь red redemption красивее не знаю нет наверное нет но не сказать что прям намного просто там еще абсолютно пустой мир вместо данжи какие-то квадратные комнаты все абсолютно данжи одинаково до final fantasy 15 этот когда что за кровоточишь или ты просто доспех бегать очень дико очарование было капец у него даже атаки похоже знаете на комар на арту река из ds1 это единственная финалка которую сквере даже полностью локализовать и типа после этого как она провалилась они больше не хотят ничего конечно игра два говно да да вот у него за какая тема не удивительно что то есть вы захотели такой гонят говняной игрой чтобы прям русская русская комьюнити сразу скупила все копии что смешите меня начнем с того что финалки в принципе на любителя скажем так я думаю в нашей стране они не шибко популярны целом хотя другие тоже какие-то выходили на русском но не локализованы полностью если игра хорошая она сама по себе станет популярным допустим и не знаю я не скажу что у нас вот до ведьмака 3 ведьмак 3 очень в смысле серия была очень популярна цель ремастер и они как бы выглядят неплохо но насколько я знаю игры перенесли на новые движки там очень много багов особенно более старших частях 4 5 6 народ там количество разных базах я знал что эти сволочи здесь не спроста сидят кайфуют на самом деле лучше и даже первые части по шоткат или мастер играть а псп-шней версии как по мне они и красивее по графону и контента там они искали никакие переносить ремастеры наполнительные данжи там все ушки которыми обросли эти части в переизданиях конечно очень странно нет там именно не 3d там 2d там красивая 2d 3d ремейк это есть 3d ремейк 4 части и 3 а есть 2d ремейки на псп 1 2 4 части четверка 2d это лучшая версия наверное псп-шная она очень красивая и ну пиксель ремастер даже близко как был не может тягаться и по красоте неподоб контент что не пойму ни хрена тут костер толстым бы советую посмотреть хотя бы да на габа выходили они сначала на псп их еще сильнее улучшили то есть они еще лучше стали причем наверно даже прилично пусть какие-то там баги тоже подправить короче ребят где-то костер просрал или нет не пойму вот я морковом танки есть костер где-то посредине замка наверно наверху может быть ну это замок забегай я короче шорткат кто тут какой-то не знаю ну-ка по-другому слепился может да по лестнице подняться с лестницей я спустился собственно говоря костра я тут замки посредине где-то костер есть надо надо спрыгивать короче говоря ты будешь вверх подниматься он где-то он где-то ниже мне кажется но тут просто чип по стене вот ну то есть можно спрыгнуть вот и поднялся по лестнице а тебя надо было не подниматься вверх а спрыгнуть вниз дальше да 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 не это понятно это я назад иду я проверял может быть костер здесь все-таки лишь я же не знаю может я что-то упустил такой прикол что тут куча дверей они все закрыты до определенного момента то есть пока ты не можешь открыть никакие двери ограниченное довольно ограниченное количество действий ты можешь пока сделал ну да то не все равно все это разборчество после убийства основного босса сюда надо еще раз прийти и здесь еще один вот вот может прямо на стенку спрыгнуть а тут тоже двери закрыты интересно смогу по моему не могу на стенку сбочек может быть сверху можно подняться по лестнице можно вот со стенки на стенку имеешь ввиду точно можно перепрыгнуть сюда там не сыкотно там же все равно снизу вон можно через эту телегу пройти на нижний как-то я тут перепрыгали я вообще забыл уже туда всю всю локацию ни хрена не помню это по графических ретинизм а так дал за часы когда еще время как прошло то он вообще прогрессирует все мы спустились тут опять ливандри вот эти вот ливанды хорошо что я всегда собой беру деваху блять и деваху то здесь нельзя вызвать замечательно круто это шли омушки я не хочу иметь ничего общего зови черепаха или бэтмен остается пока не поет песни убегай черепашек ниндзя мы столько души когда вижу этих львов вспоминается песни погребничкова ребятам встретит огнегривый лев с ними золотой орел небесный пизеля незабываемые ну тут где-то костер как раз должен быть вроде вон вижу костер они что-то тут вытворяют лютое сжигают кого-то а вот этот портал только что-то как раз прошел через который ты сюда портируешься здесь я был раз дверь открыт наверняка может и нет дабы по-моему или нет нет на башню тут и и фламберг нашел да блин развернись ты в его сторону качан блин как самоварищи ты кого головы я умнее я оказался умнее чем это чмо главное не обвести не здесь я не был развилок тут конечно в замке в этом хватает большая локация может как раз наверху костерка будет я наконец получу желаемое костер он дальше там вот где внизу варка и локам вот локирован Надо брать, этот луч отвлекает. Боюсь падать здесь, поэтому просто спущусь назад. Тут иногда бывает такое, что с большой высоты вроде свалишься, ничего, есть все равно некоторое, так скажем, некоторое опасение, ввиду того, что я могу ноги себя пообломать. Огненючки херовые. Я вам покажу, я вас настигну рано или поздно, да блядь. Блядь, ну что такое? Ну блядь, это не честно ни хуя. Пей, пей, пока чумо не пришло, вот так. А то все выпьет, да? Через тебя цитату. Это цита?! Это цитата Киевича, блядь. Первый Фест Ранова в ДСССР! крылатая фраза так арку мы в арку войдем сейчас значит где-то здесь кострик должен быть правильно где-то здесь подалеку вверх пошел а те дальше всех резать ай блять так и знал хорошего не жди надо валить просто валить подальше от этих распиловочных дев не знаю там ничего поэтому мы валим внутри сидит там снаружи а чё-то мне кажется что все двери в замке открыты да 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 есть а когда я приходил было все закрыто то есть нужно было дождаться определенного момента странно так чё за зависит может разблокироваться что ли и кого знает вот это я точно помню что это было закрыто так ведь это железное дело с расстояние или его не было я не помню пустой замок да мать мать стой на месте почти какая шина жирная надо стрелу зафармить такое чувство что я вообще урон не нашли никакой абсолютно у меня вообще есть что я могу создать костяные дротики куча всего болтов всяких давайте тоже удачи давай пока дима так ладно попробуем поехал что-то из лета особо не видно блин где он может быть в этой башне и дальше там возле львов любые имеются львов что ли расстрелять задалека не все равно сюда не поднимутся это могут они прыгать далеко и высоко вставлять если могут вот это будет но для теперь они будут внизу околачиваться спасибо сам себя сделал проблему может они хотя бы в дверь не смогут залезть я смогу из-под двери их потыкать понятно что не потыкаю тут дело валим короче тут никаких рычагов удираем подобрю по здорову спрячусь я пока здесь в общем он все равно сюда наверно не зайдет где он там стоит голубчик лови но сейчас так и потнятая больно опасно хвост может попадут любые блюда лёвушка привет как оружие блин он постоянно отстрел уворачивает мразь на то что тима бомба в отличие от ds прям бери нехилый такой скрипт уклонения отстрел с особо их так вот пострелять ну да от любых снарядов которые ты можешь но есть такая магия далеко пулять урода на кстати тоже и есть это же хорошо справляется с игроком у вас мальчик ловить вам сразу как-то болен уйдите меня не всяком случае ваншот блядь сука лёвушки нахуй я горгуль и так валилась что у вас все горгули тут такие нормальные ребята блин ну отсюда я пришел где мой сука костер блядь да ты убил бы львов они же одноразовые сейчас попробую бани ну я просто банок вообще не осталось если только с лука аккуратно уносить они слишком жесткие видишь поворачивать стрелку попробуй договориться мне тоже лещенко сам понимаешь нельзя договориться можно было жить даже не пробовал вызывать другое вопрос вызывать здесь не получится еще для вас он застрял ну ты сука давай вылезай жду ебать доски летают она бегает еще слезня ко мне ползает отлично чудище какое-то мистическое хочет меня приходу блядь какая какая жопа двадцать тысяч ребят хоть возвращайся назад косту да тут клин наверное клин как пузырь валючий ну тут пузырь валючий должно быть быть какое-то средство против лев ой только наверно ближние атаки единственное что можно сделать смотри че он сделал у меня затрахал здоровый их здоровый садятся на труп все с самого начала вы представляете затроллил это чеп 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 тут да привет привет от кивичка все правильно говоришь исполняющий афигиазности клич в принципе учебам учеба есть общая сессия скивич оба хотят разбить ебало мелью в принципе вот это их объединяет ой-ой-ой бля пиздец уходные ш уходные блядь мне показалось а помер ты походу я прострел все разошел замка сзади стригерилась и все двери открылись появились мобы не было я сначала 4 спорта вошел в замок вот да по моему в этом то все и фишка что надо изначально было через портал заходить когда он бы попал бы сразу к чувачкам которые собираются народа найти по пошел бы на босс я помню что они в замку проходил уже потом когда я шел к боссу после ратана к этому крыться в кармин убили моего коня суки дорогие динопро и ладно попробуем портал активировать сходить в nexus на замок конечно плотники мыслей активировать на самом деле она и нет почему а как он то попадет у нас здесь может попасть и к крадону в таком случае у меня как туда лучше бы исходил все-таки в круглый стол по побеседовал бы с этим думаю что противники исчезнут теперь мне кажется нет там я имею ввиду что он просто это вот место которое когда ну она заблокирована в данный момент не пройдешь без так капюшона капюшонное говно где она сидит то емое там внутри где-то в библиотеке до своей еще не разговаривает это кстати рума так в башне не забрал может и вообще забрать надо не 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 по сюжету точно не нужно забирать вязать ты можешь хоть вообще без он всю игру пройти что-то очень нихуя не хочет столицу горит управлять все он как разговаривает про печа звезд тебе он повторяет одно и то же короче расскажет сказочки свои фабу а к этим к пальцам если зайти с бабкой поболтать мне она не разговаривать это мета метабов есть еще одна и два пальца там здорово тут открывается всякие двери сейчас побегу посмотрю а а и и а и 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 то же самое и и Тут двери есть, и внизу там какая-то шляпа Все заперто Походу я Что-то не нашел где-то Скорее всего никого не увижу здесь Пусто Ну-ка бесовской ключ, если взять Она, эта бабка в главном зале Там дверь открывается Самым главным Нет у меня больше ключей Вот как раз в этом месте, где здесь туман На ПК тут точка перехода И лагает, когда Из одной комнаты в другую пробегаешь Короче, у меня ключей нет Ну что, придется как-то искать Входной путь В Nexus мне особо ничего не сказали Точно бабки нет в зале Сейчас это где через этот спускаешься Ну где круглый стол Круглый стол А я у вас круглого стола Есть проход Купал к этому Двум пальцам Там же бабки сии А, вот здесь что-то Точно Вот бабка Он сейчас расскажет тебе истории Сказать сказку Добрая старушка Сумка с талисманом Ничего это за хрень Че, можно захерачить с ней Полна луна реналы Скипетр Сожру, короче, эту душу Знаете, типа как аналог Знаешь, сейчас душ делаются Боссов Предметы Да, я знаю Мне ни к чему Это не мой класс В принципе Не мой стиль игры Магом Бегать Поэтому Кушать подано Сколько дашь? 20 тысяч Сейчас сядем Погорю Немножко Сколько надо До левела Интересно Чуть-чуть не хватает Копейки какой-то Так, ребят Я, наверное, не знаю Я, наверное, уже отвалюсь Потому что Мне завтра Картошку Подготавливать поле Картошки Надо Интеллект Давай Включаем интеллект Поэтому На сегодня Наверное, все Завтра Пойдем Замок этот Звучать Уже сил Просто Нету Ну давай Тады Да Давайте До завтра Спокойной ночи Всем пока Пока